Мы находимся на одной из наших стоянок, ближе всего к офису. Именно отсюда перегоняются автомобили у нас на выдачу. Очень классный кроссовер. Это хедлайнер у Toyota. Стереотип Toyota, стереотип японского автомобиля. Это Corolla, друзья, для тех, кто не знал. Это рестайловый минивэн Toyota NOAH на гибридной платформе. Ни один обзор стоянки не отходится у нас без этой модели. Спортивный универсал Subaru LeVor комплектации GT. 2014 год отправляется в город Томск и обошелся в 1 миллион 450 тысяч рублей. Классная цена за четкий автомобиль. Этот автомобиль обошелся в 2 миллиона 600 тысяч рублей в комплектации RS Advance. И идеальнейшем, как вы видите, состоянии. Там правый руль никому не нужен в нашем Питере. Нужен. Друзья, привет. Давненько у нас не было рубрики «Обзор стоянки», потому что очень-очень много работы. Все как-то набегу на суете, плюс еще с китайцами, с этим завал. Вообще какой-то трешняк. Но, тем не менее, это одна из моих любимых рубрик, потому что есть возможность обозреть очень много автомобилей разом. Вот чем и предлагаю сегодня заняться. Мы находимся на одной из наших стоянок, на ближе всего к офису. Именно отсюда перегоняются автомобили у нас на выдачу. Начнем с самого первого красавчика. Это Lexus RX 200T. Очень классный кроссовер. Это хедлайнер у Toyota, в принципе, ну, если говорить о Lexus, да, неравных кроссоверах. Lexus полноразмерный. RX эта тачка всегда в топе. Здесь у нас дорестовая версия. С 19-го года пошел уже арест в 300-й. В общем, что хочется сказать про RX. Есть варианты приобрести его на гибридной платформе RX 450. Есть варианты турбовые. Сегодня у нас турбовая версия на полном приводе в самой желанной, наверное, комплектации F-Sport. Ну, и будет у нас отдельный еще обзор на автомобили, которые сейчас не так легко привезти. Но, возможно, и там я немножко больше внимания ему уделю. А пока скажу так, что эта тачка, которая была актуальна, была модной и остается ей, и будет оставаться еще много-много лет. Потому что сочетание комфорт, надежность и стоимость у Lexus – это самые топовые параметры. Автомобиль обошелся у нас 3 560 000 рублей и отправится в город Хабаровск. Я так понимаю, что клиент сам приедет и заберет его на этой неделе. Здесь у нас легендарный компактный кроссовер CHR Coupé – а, кроссовер Hatch Runabout или Coupé Highrider. Расшифровывается там два варианта. Постоянно забываю про них. Короче говоря, очень классная коллаборация между Prius и RAV4. В общем, здесь у нас G-комплектация. Одна из топовищих. Это автомобиль 2016 года. Очень красивый, кстати говоря, у них шоколадный цвет. Полноприводная версия с двигателем Turbo 1.2 NGX50 в 1 миллион 800 тысяч рублей обошлась. Это идеальнейшее состояние и жирнейшая комплектация на коричневой коже. Отправится, друзья, Петропавловск-Камчатский. Здесь у нас еще одна санкционочка. Это рестайловый минивэн Toyota NOAH на гибридной платформе в комплектации WXB. Самый желанный цвет белый перламутр. Состояние, как вы видите, практически нового автомобиля. Не помню точно циферки по пробегу, но, насколько я знаю, этот автомобиль куплен практически в идеальнейшем состоянии. Поедет, кстати говоря, в Благовещенск. По платформе это тот же самый давным-давно нам любимый и самый популярный гибрид Toyota Prius. Здесь у нас 60 киловатт электротяги и плюс еще 99 лошадиных сил в моторе объемом 1,8 литра в легендарном 2ZR. Много рассказывать про эту машину смысла нет. Таких автомобилей мы привезли очень-очень много. Много есть обзоры, сравнения полноразмерных минивэнов от Toyota с минивэнами от Nissan, с Honda ST Pagone, одним из любимейших моих. Но стоит обратить внимание на то, что этот автомобиль является санкционным и если вы его хотите, то вы его можете получить. Поэтому сами знаете, куда звонить. Популярнейший кроссовер от Toyota. Ну как еще один, то был Lexus, да, это Toyota. Очень похожие два автомобиля, при том, что раньше RX делался на базе Harriere, на одной и той же платформе с этим автомобилем. Сейчас у RX более жирненькая, хочется сказать, да, платформа, грубо говоря, побольше. Здесь идет такая же, как у RAV4. В общем-то, это Harriere, друзья, кто еще не понял. ZSU-60, это REST, передний привод, 2 литра на вариаторе. Самая технически простая версия, но в хорошей комплектации он идет на коже. Это у нас, насколько я вижу, прогресс, да, по зеленой решетке и кожному салону. Кстати говоря, очень классная опция, которая не была в до-REST-овых версиях. Это электронный ручник. Почему-то я прям полюбил эту штуку, капец всей Черри. Ставишь на парковку, у тебя сама машина колеса задние залочила, чтобы никаких рывков, никаких дополнительных нагрузок. Вот эти вот деды, которые переживают, что ты на ручник с тачкой не ставишь на автомате бы. Деды могут чувствовать себя максимально спокойно на вот этой тачке. Итак, 2019 год, 2 литра передний привод обошелся в 2 миллиона 480 тысяч рублей и отправится у нас в Благовещен. Кстати, очень много сегодня автомобилей, если вы заметили, отправляются у нас в Амурскую область, Амурскую область, Хабаровский край. Потому что с этой стоянки в основном люди забирают автомобили и гонят их своим ходом. Хотя есть автомобили, которые и в Питер поедут. Например, сегодня я отдавал автомобиль Volvo V40, очень классный, кстати, тоже жалко, что не удалось вам его показать. Так его забирал представитель собственника и погонит его своим ходом в Екатеринбург. Классно, классно, 7,5 тысяч километров, между прочим. Смотрите, какой малыш у нас здесь притаился. Это красавчик Nissan Days. Один из популярнейших кейкаров. Их на самом деле очень много в Японии. Это страна, которая славится разнообразием своих кейкаров и разнообразием комплектаций, как технических, так и эстетических, в каждой из моделей. Это Nissan Days 660 кубиков. Естественно, турбо, хотя вообще не факт. Есть же турбо, есть не турбо. Нет, к сожалению, возможности посмотреть. Потому что у них кузова называются абсолютно одинаково. Но скажу так, что для большого города это вот такое решение. Место для парковки надо немножко по юркости. Ему нету равных. Ну и вообще, сами знаете, кто покупает большие машины, а кто маленькие. Поэтому у меня большие всегда. 600 тысяч рублей обошелся на свет красавчик и отправляется в Кемерово. Вот вам, кстати, еще один пример, который своим ходом, реально своим ходом поедет. Интересно. Надо уточнить этот вопрос. Вообще не удивлюсь, кстати говоря. И еще один красавчик, очень мной уважаемый автомобиль. Это Honda Jade RS. Постоянно говорю, что обделенный вниманием универсал. Хотя на самом деле это, на мой взгляд, именно в комплектации RS. Это прям полноценный конкурент Levorgo. Объяснить почему? Объясню, несмотря ни на что. Потому что внутри этого автомобиля установлен двигатель точно такой же, как на степ-вагоне. Турбовая полторашка на 150 лошадиных сил, друзья. И уверяю вас, при всей его внешней, можно сказать, такой галантной летучести, ну, то есть тачка не выглядит маленькой, да, дубасит она очень круто. Трансмиссия. Здесь идет вариатор. И уникальность этого автомобиля в том, что это шестиместный универсал. Здесь три ряда. А второй ряд состоит из двух раздельных капитанских кресел. И третий ряд складывается так же, как у всех универсалов минивэнов, допустим, как Toyota Vish. Да, мой любимый. Выглядит очень классно. Есть вторая версия. У него такая же по технике, как Fit. Очень сильно она сравниваема с шаттлом, поэтому не сильно понятно, зачем ее вообще, в принципе, сделали, когда есть тот же самый Honda Shuttle. Но, возможно, из-за того, что здесь такой более выделяющийся дизайн и все-таки козырная, да, визитная карточка этого автомобиля. Это шестиместная посадка. Вот, кстати говоря, Jade переводится как камень, который ассоциируется у японцев с талисманом. Ну, в общем, грубо говоря, талисман. Внешне бомба. Дубасит отлично. По деньгам вот этот малыш вышел что-то около 1 миллиона 400 тысяч рублей. 1 миллион 470 тысяч рублей в 2016 год. И отправится он в Новосибирскую область. Вот он, актуальнейший в настоящее время, максимально желанный и самый популярный компакт-кроссовер. Что значит компакт-кроссовер, все понимают. Это значит, что машина с платформой, с базой, повышенным клиренсом, как у реально полноразмерного кроссовера, но немножко укороченная для городской жизни, так скажем. Вот, это Хонда Везель, друзья. Платформа у него фитовская. Внутри стоит полторашка. Передний привод, трансмиссия. Здесь вариатор, потому что никакой гибридной установки нет. Соответственно, никаких сложностей при доставке, никаких переплат за транспорт. В общем, вот этот красавчик актуальный максимально по соотношению цена-качество. 2014 год, комплектация, это Z-ка, наверное, или X, это X-овая версия. У нас кожаные сидения, подогрев, жирненькое литье. А, тогда не было Z-ок. Тогда была комплектация XL Package. Она до 2015 года шла, и с 2015 только пошла Z-Honda Sense. Вспомнил из далекого прошлого. Короче, полтора миллиона, 14-й год, жирная комплектация и превосходнейшее состояние. Вот такая тачка, друзья. И это до сих пор актуальные цены при нынешних курсах. Сегодня у нас какое? 15 ноября. Налетаем, покупаем. Еще один очень популярный хэтчбэк. Это Mazda Axel 2017 года. Кузов BM5FS называется у нее. Одну буковку, перепутаешь, купишь дизель. Перепутаешь две буковки, купишь дизель с седам. Или еще что-нибудь вообще ужасное. Поэтому с Mazda нужно держать ухо и глаз востро. А так, в целом, это очень классное, универсальное максимальное решение. Потому что это хоть и хэтчбэк, но он увеличенного размера. Поэтому подходит как и для молодых ребят, так и для большой семьи. Потому что машина, в принципе, не маленькая, но в городских реалиях юркая. Очень красивая внешне, как и все Mazda. В принципе, очень хорошее у нее оснащение по салону. То есть есть в жирных опциях и кожи, электропривод. И все-все-все. Сенсор, проекция на лобовое стекло. В общем, все топовое, что бывает в нормальных японских седанах. При этом топовая японская качество. И еще и автомат внутри. Никаких вариаторов, роботов. Так что для староверов, которые верят только в автомат, либо в механику. Потому что есть еще аксел на механике. То можно. Миллион триста пятьдесят обошлась эта красотка 2017 года и поедет в Санкт-Петербург. На прамруле, ребята, это вот на ус с тем, кто говорит, да у нас там прамруль никому не нужен в нашем Питере. Нужен. Друзья мои маленькие, это Toyota Corolla Axio в 164-м кузове. Что означает четверка? То, что эта малышка у нас полторашка на полном приводе. 2018 год. По факту это старая добрая Corolla, которую, как ты не назови, Corolla и останется. Это автомобиль максимально надежнейший. Это вообще стереотип Toyota, стереотип японского автомобиля. Это Corolla, друзья, для тех, кто не знал. Или Crown. Crown'у мы закусим после этой красоточки. Что хочется о ней сказать? То, что это автомобиль 2018 года в какой-то мега жирнейшей комплектации. Я смотрю, внутрь там все кожаное. И, помимо того всего, пробег у нее всего лишь 24 тысячи километров. Оценка 4,5 балла. То есть, это у нас идеальнейшая Axio. Еще есть метлой сзади комплектация WXB. Естественно, как я сразу ее не узнал. То есть, это еще и спортивная версия Corolla. В общем, жир, класс и идеальное состояние. 1 миллион 690 тысяч рублей обошлась эта красотка. И отправляется в город Белгород. Друзья, переходим к завершительному на этой площадке автомобилю. Завершающему, наверное. Это Crown. Легендарный 220-й Crown в комплектации RS. Гибридная платформа. Это та тачка, которую желают ребята со всей страны. В каком городе вы бы не находились, если вы хоть что-то услышали про японский автомобиль, сразу первым после Corolla, наверное, на ум возникает Crown. Тачка желанная абсолютно всегда. Гибридная платформа, самая востребованная. Это также санкционочка, которую мы что, можем тоже привезти для вас. Здесь у нас 2020 год. Около 150 тысяч километров пробега. Но этот автомобиль обошелся в 2 миллиона 600 тысяч рублей в комплектации RS Advance. И идеальнейшем, как вы видите, состоянии. Это ли не чудо? Аллилуйя! Это реально очень хорошая цена. Здесь такие машины начинаются от 3 миллионов 400 тысяч рублей. 3,380 я сегодня сам лично нашел на дроме. Класс! Класс, друзья! Отправляются, кстати говоря, тоже в Благовещенск. Сегодня у нас Благовещенск вообще в топе, наверное, по отправкам с нашей стоянки. Вот, поэтому... А что поэтому? Ничего, перемещаемся дальше. Пойдем посмотрим, что у нас есть на другой стоянке. Итак, мы переместились на вторую нашу часть стоянки, которая вообще в другом месте. Вы не догадаетесь никогда где. Это вообще и не важно. Но здесь у нас на очереди первый красавчик. Это Toyota Isis 2013 года. Очень классный. По-моему, это вот прям идеальная машина, если вам нужен минивэн за небольшие деньги. 2013 год, миллион сто по нынешним меркам. Это 2 ZR, соответственно, 1,8 литров и 8 мест. Ну, вообще 7, но можно напихать туда восьмерых человек. Аналог Виша, самого популярного универсала минивэна, но при этом здесь две электрослайд-двери. Максимально трансформирующийся салон. В общем, тачка с безграничными возможностями по довольно-таки скромному бюджету. Миллион сто отправляется в Бирбиджан, по-моему. Здесь, на самом деле, очень много автомобилей у нас. И большая часть, кстати говоря, из того, что у нас есть сейчас уже на отправке. Поэтому быстренько пробежимся по ним. Внимание будем заострять только на самых интересных. Итак, следующая на очереди у нас Mazda CX-30. Это у нас универсал кроссовер на базе Axel. 2020 года тачка очень популярная. Именно на ней впервые опробовали, можно так сказать, применили в жизнь технологию Skyactiv-X. Это полубензиновый, полудизельный мотор. Есть полноразмерный обзор на нашем канале, где эту машину мы все рассмотрели, пощупали, потрогали. От себя скажу, что это классный хэтчбэк-кроссовер. То есть это Axel с повышенным клиренсом. Грубо говоря, аналог Subaru XV. Очень также популярный. Помимо всего прочего, это просто очень красивый современный автомобиль. Вот. 2020 год обошлась она в 2 миллиона 90 тысяч рублей и отправляется в Саратов. Рядышком стоит у нас несменный, наверное, хранитель имени самого стабильного, среднеразмерного универсала от Toyota. Да и вообще не только Toyota. Это Примяха или Алион. NZT 260. Дайте гляну. Алион. Да, тоже, наверное, буква А. Потому что. Да, есть? Вот на стекле написано. Алион. Потому что на стекле написано Алион. Это Toyota Алион. Родной брат Toyota Premium. Считалось в одно время, что это спортивная версия. Кстати говоря, мало кто знает, что они отличаются этими, как они называются, фендерами, молдингами на дверях. На Примяха есть, на Алионе нет. Вот и в принципе все. И небольшое различие по оптике. В общем, с 2007 года в этом кузове машина как начала выпускаться, так по 2021 год и выпускается. Есть версии вот такие полторашки на легендарный Шамадин НЗ, который, блин, бессмертный. Который ставили на все вообще легковые Toyota и ставят до сих пор на его базе. Сделали первый Prius и самый легендарный, самый популярный гибрид Toyota Aqua. В общем, можно этот мотор просто восхвалять бесконечно. Потому что реально таксисты по миллиону километров на нем выкатывают. Потом выкидывают его в помойку. За 30 тысяч рублей покупают новый. И ездят дальше. Вот. Касаемо конкретно автомобиля, хочется сказать, что помимо того, что он реально очень много лет без всяких изменений выпускался, так он до сих пор актуальный. Эти машины заказывают и сейчас, с 2010-2009 года. Вот у меня в работе есть депозит на такой автомобиль. Полноприводный, с мотором 1.8. Свежих годов в последнем рестайлинге. Обязательно черного цвета. Вот мы его ищем уже второй месяц. И, блин, вот хороших черного цвета не попадается. Раз в 2-3 недели появляется черная машина. Но мы ее найдем, купим и привезем. В общем, 2010-й год. Полторашка. Отправляется в город Иркутск. Обошелся в 1 миллион 200 тысяч рублей. Полетели дальше. А это один из моих любимых. Да, что говорить, скрывать. Мой любимый реально минивэн. Это Honda Step-Wagon. Я вообще мастер спорта по Step-Wagon. За последние 2 месяца очень много их купил. Это RP-1 кузов. Так ведь? Да, это Step-Wagon RP-1 2015 года. RP-1 означает, что это полный, полный передний привод на турбовой полторашке. 150 лошадиных сил у него. Это у нас 7-местная версия. Белый перламутр, 15-й год. Идеальнейшее состояние. Отправится он в Красноярск тоже для моего клиента. Обошелся в 1 миллион 650 тысяч рублей. И конкретно для него мы купили целый комплект. Пойдем, я вам покажу. И конкретно для этого автомобиля мы приобрели комплект вот такой вот. Шипованной резины. Всякие там блестяшки. Это у нас дефлектор на капот. Хозяин посчитал, что очень необходимая штука. И заказали комплект EVA ковриков. Кстати говоря, на мой взгляд, очень четкая вещь. Во-первых, они идеально по размеру подходят в любой практически салон. А во-вторых, вот конкретно благодаря этим сотам у вас вся грязь скапливается внутри. Ничего не высыпается, ничего не вытекает, когда вы вытряхиваете коврики из машины. И обувь ваша остается чистая. Никакая. Это не реклама, это чистая воды рекомендация. Если заметите, у меня тоже в каждом автомобиле от педалей до багажника вот такие ковры расстелены. Так что сегодня вот эти колеса мы загрузим в этот автобус и поедем переобойку. Давайте продолжать. Еще один степ-вагон. Это у нас спада. Сразу видно по рестайловой внешке. С 2017 года пошел рестайлинг у них. При том, что изменения коснулись только комплектацию спада. RP-3 кузов, если я не ошибаюсь. Почему если? Потому что он может быть еще и RP-4. Это полноприводные варианты. Да, 19-й год спада. Отправиться в Амурскую область. 2 миллиона 400 тысяч. 2,392. У меня написано. Есть вот в этом кузове еще и новый RP-5. Вариант, который идет на двухлитровой платформе от Accorda с гибридной установкой. Вот такая вот тема. И если сильно кто-то хочет, то тоже можно такую машину заказать и привезти right now. Продолжаем. Хурму ели хоть раз, друзья. Вот такой оранжевый виш у нас отправляется в Краснодар. Я, честно говоря, офигел. Я даже не знал, что такие виши бывают. Написано оранжевый. Он даже такой немножко коричневатый. Прикол? Прикол. Для Краснодара вот такая вот история. Мало того, что он для Краснодара оранжевый, так он еще и на полном приводе. 1 миллион 258 тысяч рублей 2012 года. Что про него рассказать? Да ничего. Это очень классный универсал минивэн. Семиместный сзади. Складной третий ряд. И здесь мощнейший и надежнейший 2ZR с двигателем 1,8 литра. На базе которого сделан легендарный 30-й Prius. Пойдем покажу, что еще есть. А, куда? Пойдем, джимба посмотрим. Вот, это мой любимый малыш. Это Сузуки Джимба, друзья. Для тех, кто не знает, это маленький рамный внедорожник на двух мостах. Многие говорят, что он похож очень на Паджеро мини. Типа маленький джипик для девочки. Нифига подобно, га. Эта тачка проезжает там, где тонут крузаки под своей тяжестью. Есть версии в этом кузове на моторе 1.3. Называются они Джимни Сиера. До этого были Джимни Вайт. И в новом кузове, да, в 74-м, который как гелик. Они идут на полторашки. Ну, а вот этот малыш у нас такой более городской вариант. Или, как я его называю, тачка для того, чтобы гонять по клумбам. На грузовике я ее привез, выгрузил на клумбу. И по клумбам там ночью, месячью и никогда не застрянешь. Миллиард вариантов различного тюнинга. А в следующем кузове Джимни, кстати говоря, является автомобилем, на которое выпущено самое большое количество в мире разнообразных тюнинг-китов. То есть ее можно переделать и в гелик, и в бэху, и в кого хотите. 2011 год. Город Томск. Он отправляется и обошелся всего лишь. Знаете, сколько? 800 тысяч рублей. Класс. За рамный внедорожник 2011 года. 800 косарей. В Индополож. Копейки. Это кто? Это Daihatsu Mira ES. Что такое Daihatsu Mira ES? Это один из самых... Да, самых дешевых автомобилей, так можно сказать. Я хотел бы сказать самых бюджетных. Но по факту это реально тачка для тех, кому нужно передвигаться из пункта А в пункт Б. Для тех, кто не хочет заморачиваться. Потратите на нее кучу-кучу бабок. По опциям есть все. По комфорту здесь прям вот минимально необходимый набор. Есть еще просто Мира, да, двухдверка. Там вообще просто трешак. Но для... Много, кстати говоря, девчонок, которые вообще беспалево носятся на таких тачках, не переживая о том, что можно упороться в какую-нибудь бордюрку, покрасить потом спреем китайским из баллончика. И машина от этого не будет, во-первых, выживать, выглядеть хуже. А, во-вторых, еще и не подешевеет. 955 тысяч рублей обошлась вот эта вот малышка. И отправится она в город Хабаровск. Спросите, почему так много? А я скажу, потому что эта красотка, на секундочку, 2020 года выпуска в состоянии нового автомобиля. То есть с конвейера ее ЦАП и сюда. 955 тысяч рублей, с учетом всех доставок, пошлин за новую тачку. Класс? Класс. Здесь у нас классика европейских седанов на правом руле. Audi A4 тачка, с которой мы так часто сравнивали Volkswagen Arteon. При его съемках не буду сейчас сильно рассказывать про нее, потому что у нас готовится полноразмерный обзор конкретно на эту модель. Я думаю, что те, кого она заинтересовала, просто откроет и посмотрит. Я вам скажу только самое главное. Это 2019 год, 1 миллион 950 тысяч рублей. И поедет она в Амурскую область. Друзья, очень интересный автомобиль у нас. Это ЦАП, купешка. Мало того, она еще и кабриолет с вот такой вот шикардистнейшей просто красной брезентовой крышей. Ну, что можно сказать про Mercedes C C C C C? Это ли не мечта? Мечта. Что лучше, чем ЦАП, только Е C C C? Купешка или Эско-купешка. У нас, кстати говоря, есть обзор целиком на эту тачку. Отправится в Татарстан. Будет новый хозяин ее там по кайфу двигаться в летнее время года. А если захочет в зимнее, то и в зимнее тоже будет двигаться по кайфу. Но это Mercedes, друзья. О чем здесь вообще рассказывать? Эта тачка конкретно для души. Для тех, кто хочет чувствовать себя на таком, а не избалованном придорком, которому некуда деньги девать, как в моем любимом фильме рассказывали. Обошелся в 3 миллиона 530 тысяч рублей. Отправляется в Татарстан. Еще один красавчик на его фоне затесался. Это неповторимейший Nissan Note. Сравнительно смешно, конечно, звучит немножко после C-купешки. Но это Nissan Note, который, помимо всего прочего, еще и не E-Power. Это 1,2 на вариаторе, 74 лошадиные силы, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, один из доступнейших, популярнейших хэтчбеков. В поддержку его я схожу, что у меня сейчас, соответственно, такой тачки, кстати, гоняют по городу. Очень просторный салон. То есть место здесь сзади реально просто завались. В FIT, который я тоже всегда считал очень крупным хэтчбеком, место поменьше. Здесь целая куча. Когда люди выбирают между вицом, пасом или нотом, я всегда рекомендую ноту. Потому что за те же самые деньги, небольшой объем двигателя, мы много денег не отдаем на таможне, вы получаете очень классный и просторный вариант. Так, 2019 год отправляется куда? Туда же, куда и цешка, купешка. В Татарстан. Обошелся в 890 тысяч рублей. Дешевле, чем мира. VITZ KSP-130 это литровая версия. Самая популярная, кстати говоря, 1SZ. Ой, 1SZ. Все уже. Последний гусь калиткой хлопнул. 1KR называется мотор. Кстати говоря, на базе этого двигателя сейчас сделан новый турбовый KR, который ставят на райзы и, как его скажи, дайхатсуроки. Помнишь, мы на кладбище домашних животных снимали как-то. Вот, вот этот красавчик. Да, VITZ понятно почему? Потому что так более по-гоночному звучит Toyota VITZ. Популярнейший некогда хэтчбэк. Самый, наверное, компактный из всех, что есть, кроме пасса, который в том же кузове выпускается. Так, 2013 год обошелся в 700 тысяч рублей, поняли? Еще дешевле, чем нот. Литрушечка, пушечка. Думайте, литрушечка, 2013 года уже многие списывают со счетов эти машины. Хотя, уверяю вас, история у него еще только-только начинается в нашей стране. А Impreza GT3 это у нас первоначальная версия легендарнейшего. Сейчас этого какого? Все легендарнейшее сегодня будет в обзорах. Ну, такая у нас работа, друзья. Хотел сказать я вам про Subaru XV, да, один из популярных, как он называется, хэтчбэк-кроссовер. На базе вот этой тачки он сделан. Здесь у нас простая версия хэтчбэк. Соответственно, это просто Impreza GT3 кузов означает, что здесь стоит 1,6 двигатель. Что еще сказать про него? Да классный, классный, очень красивый, современный. И тачка с очень хорошей большой историей Impreza. Это у нас основатели практически раллийных тачек. Ну, если говорить про японское ралли. Отправляется она у нас в Хабаровск и обошлась в 1,4 млн рублей во Владивостоке. А год у нее 2020. Друзья, корейский кроссовер здесь затесался. А, не так даже. Корейский минивэн-кроссовер, как его называют во всем мире. Минивэн-кроссовер, который почему-то выпускается только на переднем приводе. Это меня очень сильно удивило, когда я обозревал эту тачку. В целом, неплохой вариант для тех, кому необходим большой просторный минивэн. С разнообразными комплектациями. Да, очень много есть нужных и ненужных опций. Есть 9-местные, есть 12-местные такие тачки, 7-местные, 6-местные. По оснащению здесь все ABS, TCS, BTS. И все корейские мальчики в колготках белых ездят вот на таких тачках. 3 млн 830 тысяч рублей обошлась во Владивостоке. Поедет куда? Естественно, в Москву. Вот. Ну, не думайте, что я ее не люблю, я ее очень люблю. Так, друзья, GB4 Freed. Это компакт-вэн. Их вообще, на самом деле, не так что и много. Первым, кто приходит на Умбэн, это Сиенте и вот этот Freed. Есть еще Freed Spike, 5-местная версия такая, которая кемпинговая максимально тачка, в которой суперклассно возить собак, суперклассно возить разный спортивный инвентарь и очень круто ночевать летом на природе. А зимой можно все то же самое, только надо ее заводить, чтобы печка работала. В общем, достаточно бюджетный и очень универсальный автомобиль. GB4 означает, что он еще и на полном природе. В 950 тысяч рублей обошелся, поедет в город Хабаровск. Классная тачка 2012 года. Вот, рядышком стоит у нас Axel, а, кстати говоря, редкость в кузове седан, потому что большинство их идет у нас на базе хэтчбека. Хотя техничка, внутрянка остается той же самой, внешка у нее одна из красивейших, наверное, которые бывают. Вот, кстати, кого можно поставить в конкуренты, либо в аналоги вот тому, как я назвал его самому стабильному, среднеразмерному седану, да, Примяхи или Алиону. Mazda Axel 2017 год, миллион четыреста семьдесят поедет в Иркутск. А вот, кстати, и Примяха, 265-й кузов, ZRT, город Хабаровск, миллион четыреста. ZRT 265 означает, что это не полторашка на переднем приводе, а это полноприводная машина, да, с двигателем 1,8 литров. Это у нас, вот, кстати говоря, то отличие, о котором я говорил. Помните, Алион от Премио отличается наличием вот таких молдингов. Поэтому сбоку, если видите тачку с молдингами, значит, то Примяха. Если молдингов нету, значит, Алион. Все, все. Стоимость, я вам назвал ее, это у нас 2014 год, потому и миллион четыреста она обошлась. А в миллион семьсот, миллион восемьсот можно выбрать вот такую же тачку на полном приводе, уже в последнем реестре с плоскими фарами, там, восемнадцатого, девятнадцатого года. Вот такие варианты. Это Vezel RU1, еще один у нас, первый мы смотрели на предыдущей стоянке. Полторашка, передний привод, очень классная. Очень классный, популярный, компактный кроссовер. Иксовая комплектация, вижу отсюда, или XL-ка даже. Тоже диодные фары, кожный салон, подогревы, полторашка, передний привод, вариатор, никаких гибридных установок и так далее. Так, он у нас отправляется, он же черный, не синий? Да, черный, где-то еще тут синий затесался. А черный у нас поедет в Алтайский край, я подозреваю, что город Барнаул, миллион пятьсот восемьсот обошелся по деньгам, и это 2015 год. О, пасо, пасо, друзья, как мы раньше говорили, если у вас не хватает денег на, блин, на Kia Carnival, возьми себе пасо. Вот он, автомобиль, с которого вообще следует начинать свое знакомство с японскими тачками. Если вы, у вас небольшой опыт, или вы хотите просто маленькую тачку для передвижения, да, но мира ЕС у вас почему-то вам не приглянулось. Многие скажут, понятно почему. Но, вот эта пасо, это максимальное, наверное, максимально идеальное соотношение, не то чтобы цена-качество, а вот прямо затраты и результат. То есть, ну-ка, сейчас конкретно цифрами убью вас. Семьсот семьдесят шесть тысяч рублей обошлась Toyota PASO, которая 2019 года поедет в Амурскую область. Семьсот семьдесят шесть тысяч рублей, и это у вас полноценный хэтчбэк. У них еще есть комплектации, вот, например, как наша, да, со сплошным диваном впереди. То есть, при желании вы можете посадить сюда двух кисуль и сесть между ними третьим. Да, или, ну ладно, дальше уже у меня фантазия сейчас понесется, потом мне скажут, что такое нельзя, это не эфирно. Но, в общем, вы понимаете, что делать с этой тачкой. Очень вместительный, очень универсальный. И, помимо всего, это еще и надежный. Потому что тот же самый легендарный 1КР, очень тоже ходкий мотор. Ни один обзор стоянки не отходится у нас без этой модели. Это самый популярный и известный спортивный универсал Subaru Levore комплектации GT с двигателем 1,6 литров на 170 лошадиных сил. Естественно, Subaru Symmetrical, полный привод, турбо и трансмиссия Line Tronic. Бессмертный цепной вариатор, если разобраться немножко. Вот, из минусов этой машины можно назвать ее небольшой клиренс, по-моему, 130 миллиметров в версии GT и 135 у тех, которые идут у нас на бельштейнах. Это GTS и STI. Кто не знаком с этой моделью, посмотрите, очень много информации тоже на нашем канале уделено этим красавцам. Вообще, Levore это как Legacy Revolution Towering расшифровывается. В общем, тачка зачетная. Есть еще новое поколение, недавно тоже выпускали обзор на Levore второго поколения. Там вообще просто комар носу не подточит. Если бы я знал, что это, блин, значит, я бы однажды употребил нужное. А сейчас будет вот просто. 2014 год отправляется в город Томск и обошелся в 1 миллион 450 тысяч рублей. Классная цена за четкий автомобиль. Ну что, друзья, солнце уже садится. Сегодня мы успели показать вам большую часть того, что ожидает у нас отправки, либо ожидает, пока клиенты заберут самостоятельно. Очередное напоминание вам о том, что в Японии, в Южной Корее, в Китае и Арабских Эмиратах, и да вообще везде практически есть идеальный автомобиль для каждого. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и до новых встреч. Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.